Зачем я только согласился ехать к твоему отцу? Ты бы и один там справился на самом деле. Ну да, ну да. Подумаешь баню построить? Так с тобой веселее. Знаешь, что делают три мужика, когда им в бане нечем заняться? Даже не хочу об этом. Вот-вот, и я о том. Так что проблема, о том? Проблема в том, мой старый друг, что ты в бате, а в тайге живет. Один. Да, любитель дикой природы. Сам таким был, пока в люди не вышел. А еще там туалеты странные какие-то. Туалеты? Да, хе-хе-хе. На любителя все же. Сперва от дома, через всю тайгу пройти надо, чтобы отлить. Да, то на морозе, если краник высунешь, то сразу мороженое превратится. Летом какие-то комары-мутанты летают. Да, Том, вурдалоке они комары. Их там у нас так называют. Как твой батя вообще там живет? Да, дело привычки. День-два сосульку размораживаешь около печки, а потом это уже и входит в постоянку. Да, Оля, но ты и трепло. Ага, ты еду взял с собой? Зачем? Там что, разве нет магазинов? Городской ты житель. Вот что я скажу. Там магазинов нету. Так сказать, на подножном корму. Грибы, травка, овощи и том духе все. Я-то думаю, что твоему отцу всякие видения снятся про монстров. Да, он немного чутной. Шучу. Магазин там есть, привозят фура. Раз в месяц. Но я взял с собой немножко. Тушеночка, вот тут морковка, картошечка уже тут подошла. Ну, я веревку, нож и огнево взял. Да ты прям выживать собрался, Робинзон фигов. Что это было? Да видать, кондукторша сверху полки упала. Она ж под 4 центра весит. Ого, точно. Видать, пол уже проломила. Не, я пойду посмотрю, это не могла быть кондукторша. Валяй. Я тут писяжу. Ого, полегче. Твою-то... Чё произошло? Чёрт, Оля. Оля, Оля, нет, 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 Оля. Оля, Оля. Я-то думал, ты окочерился уже. Я тоже думал, что я умер. Рад тебя видеть. Ты что, заплакал, что ли? Я же говорил, что ты меня любишь. Иди сюда. Не стой. Это не Машечки. Это что, угроза? Да. Понял. В другой раз. Ладно, это всё, конечно, хорошо, что ты жив. Но ты не знаешь, что произошло вообще с поездом? Знаю. Как я тогда и сказал, это, видать, кондукторша упал. Если без шуток. Холодно здесь. Походу, дело, мы уже тут не один день были в отрубе. Не понял. Чё такое? Дверь, она не открывается. Иди помоги мне. Что? Мало кошки кушаешь. Разом. Давай. Что тут произошло? Смотри, окно пробило. Снега-то сколько? Да, вижу. Вы что, под лавину попали, что ли? Хз, пошли к выходу. А где, собственно, все люди? Вот этот-то человек, считается. Чё за... Почему нет половины тела? Отрывало, может? Да, даже если торвало, где другая часть? Ну, может, волки съели. А нам повезло, дверь закрыта была же. Пошли отсюда, то я не люблю созерцать. Хладно, друг, без тела. Не любит он. А что любишь? Что я люблю? Да. Мягкий диван, горячий чай с мёдом и булочку из пекарни. Да, от чая бы я не отказался сейчас. А ты что любишь? Не-не-не, не отвечу. Давай, колись. Ладно. Я был бы не прочь скрыстить чимичанки вместо пивнушки. Смотри, это выход. Не, это не выход. Смотри, сколько тут с окном снега. Да, даже не видно ничего. Походу, реально лавина накрыла. А может, мы с моста упали? Всё возможно. Давай за мной. Ты куда? Надо найти подъём на крышу. Логично. А вот и подъём. Ну-ка, подсади. Давай, готовь? Давай. Ох, ё-моё. Держусь. Чё там? Есть выход. Тут люк. Я попробую его открыть. Ну же. Походу, он намерто помёрз. Том, тут ещё один люк есть. Где? Действительно. Люк открыт. Вылезай. Тебе помочь? Не-не-не, я сам справлюсь. Давай быстрее. Ненавижу эти лестницы. Нифига себе. Чё тут произошло-то? Задаюсь тем же самым вопросом. Пошли, осмотримся. Ну и холодрика тут. Тебя только это волнует? К бате он ходил. Поехать. Том, поезд тебя может убить, а Моросу бьёт точно. Смотри, сосна упавшая. Походу, из-за неё мы зашли с рельса. Доскажи, почему поезд не затормозил раньше? Может, машинист уснул, или из-за снегопада не увидел. Всё может быть. Да. А рельс тогда кто раскидал? Не знаю, это подразительно всё. Как думаешь, вообще, следующая станция далеко? Ну, слушай, нам надо было ехать четверо суток. А мы проехали. Твое? А где мы сейчас? Мы находимся где-то в районе Урала. Нам до твоего батя два дня. И до Москвы два дня. Чёрт. Мы в шопе. Ё-моё, ух ты. Смотри. Что? Что это? Это Фредди Крюнгер. Всё, всё, всё. А, нет, стой. У него четыре когти. Это Росомаха, точно. Хе-хе-хе. Это Росомаха. Очень смешно. Пошли в пояс сходим. Надо забрать то, что можно. И отправиться в путь. А в поезде остаться не вариант? Если его засыпет, то мы уже никогда не выберемся. Не утешает. Роги коченели. Надо было перчатки, блин, взять. А ты думал, что это вот что, Канарские острова? Я же не думал, что мы в такую жопу попадём. Шевели булками, Оля. Закрой люк, то тепло выходит. Вот, кстати, и бар. Потрепало его знатно, конечно. Да. Место очень популярное. Да, столик тут сложно забронировать. Всё народом забито. О, яблочки. Думаю, надо взять их с собой. Они подморожены, правда, уже. Да. Собирай их, кто с голоду помрёт. А я за стойкой бармена посмотрю. Может, найду чё полезного. В коробках немного консерв и горячительное. Так, главное его тупо не показывать. Смотри, что нашёл. Сейчас, стой, подожди, дай подойду. Я ничего не вижу отсюда. Блин, даже яблоки мне дал собрать. Смотри, что нашёл. Пистолет? А патрон сколько? Один. Для охоты маловато. Но пребудешь на морозе пару часов. И мысль о кончине посещает чаще. Чё ты несёшь? Что? Разве не так? Если что, сигнал подадим им. Фу, я чё-то устал уже. Не удивлён. И куда нам идти? Ну, пойдём в эту сторону. Мы ж там замёрзнем. Не замёрзнем. Сейчас пройдём пару километров, сделаем костёр. Согреемся. Знаешь, пару лет назад я отправился с группой альпинистов на покорение Эвереста. Ты мне не рассказывал об этом. Не хотел тебе говорить. Так вот. Мы залезали на гору. Там холоднее, чем тут было. У двоих из наших ребят отвезли руки. Потом их отрезали. Мне повезло больше всех. Ещё при подъёме я сломал ногу. Ты мне сказал тогда, что с велосипеда упал. Было дело. Так в итоге пару ребят меня отнесли назад. Там наложили мне гипс, и я уехал домой. А те ребята полезли дальше. В итоге выжило только три человека. Из девятерых. Да, жуткая история. Ничего не скажешь. Такое чувство, что меня судьба берегла для чего-то большего. Ха-ха, судьба его берегла. Ага, конечно, конечно. Только для чего? Чтоб замёрзнуть в этом богом забытом лесу? Ничего. Прорвёмся. Ветер поднялся. До костей пробивает. Надо укрыться где-то. Да, а то превратимся в снежного человека. Давай в лес. Там укроемся от ветра. Вроде получше. Надо найти укрытие, или мы долго не протянем. Давай туда. Там поваленная сосна. В ней укроемся. Пошли. Надо костёр развести. Пошли. Иначе замёрзнем. Да, давай тут остановимся. Я сейчас из ветра кукурить тебе сделаю. А ты огонь разведи. Огонь? Из чего? Всё сырое. Шерсть со спины сбри и разведи. Со спины? Да, без лишних вопросов. У меня теперь вся спина болит из-за тебя. Зато костёр развели. Знал бы, что нам понадобится труд. Я попросил кондукторщу ещё вначале. У неё там заросли такие. В смысле? Ты что? Нет, нет, нет. У нас ничего не было. Я понял, Оля. Том, слоёное тесто не в моём вкусе, понимаешь? Ты же слоёное тесто каждые выходные ешь. Так, всё, хватит. Я не хочу об этом. Это что, волки? Похоже на то. Не дрейфь, у нас огонь. Близко не подойдут. Ты серьёзно? Да ладно тебе. Ты же с батей жил. У батя? У батя. Всегда ружьё с кортечью. Ладно, я понял. У тебя еда есть? Да. Вот на морковку. Надо экономить. Ага, спасибо. Я думаю, надо отдохнуть, и с утра уже будет ясно, что нам делать дальше. Да, ты прав. Если что, кричи. Я на боковую. Какой спать? Тут дубак пахнет, чем у бати в доме. А помнишь, ты мне сказал, что я оделся, как на Северный полюс? Ну, это другое. Ты не понимаешь. Всё, дай отдохнуть. Блин, чё так холодно? Блин, костёр потух. Стоп. Это что? Это что, огни? Псс, Оля. Оля, просыпайся. Оля. Чё там? Белочку увидел. Просыпайся. Огни. Ты их видишь? Огни какие? Надеюсь, не болотные. Стоп. Огни, они же были там. Куда они, блин, делись? Может, тебе показалось. Шишковидную железу отморозил. Ты нам себе кое-что отморозил. Давай за мной. Я точно что-то видел. Ещё ночь. Пошли быстрее. Подожди меня. Быстрее. Это могут быть люди. Так что ты видел? В этой стране, куда мы идём, я видел два огня света. У нас в краях такие огни называют болотные свечи. Так... Тут не болото, Олли. Откуда ты знаешь? Это всё замёрзло. Так вот, эти свечи, они появляются в паранормальных местах. Ай, на чё? Ты вообще знал, что наша Сибирь на первом месте по количеству паранормальных мест? Мне мой отец говорил, что он такие видел в своей жизни. После мухоморов только. Олли, какой я раз тебе уже говорю, что я во всё это не верю? Понимаешь? Нет? Ого, и мой батя так говорил пока. Пока что? Не увидел снежного человека. Странно. Что? Они были тут. А теперь? Их тут нет. Чёрт. Эй, кто-нибудь! Помогите! Тихо, тихо, тихо. Ты чё орёшь? Беду хочешь нас накликать? В смысле? Нельзя орать в лесу, когда ты видел огни. Опять ты со своими легендами. Так, а в какой там стране наш лагерь был? Поздравляю, мы заблудились. Я же тебе сказал, нельзя. Так, вроде нам сюда. Огни он видел. Может, тебе реально показалось? Олли, я видел огни. Значит, что ты тут был? Сброзуни там не закончится. Сонный паралич славит. Оля, мне не могло показаться. Никакого стороннего плеча у меня не было. Я точно видел огни. Это был не сон. Понимаешь, нет? Сигаси. Ты это видишь? Это дом, быстрее. Видать, эти огни я видел. Это что, поселок? Вряд ли. Домов мало. Тогда что это? Ну, возможно, охотничьи домики или какая-нибудь турбаза. Но судя по их виду, тут давно уже никто не живет. Пойдем, осмотримся. Да что тут осматриваться? И так все понятно. Странно. Смотри, у этого дома двери заколочены снаружи. Значит, люди, прежде чем уйти, их заколотили? Хорошая защита у них, я смотрю. Антикоин-гип-система, можно сказать. Нету слова. Смотри, и на том сарае тоже заколочено. Пойдем посмотрим поближе. Слушай, я очень на баню, похоже. Может, мне бы это сюда переселить? Оля. Ну, а что? Смотри, какой тут ремонт. Походу, по камере новации делали. Смотри, тут открыто. Открыто. Такая мрачная атмосфера царит. Вот тебе и подтверждение, что тут давно никого нет. Смотри, плесень какая на диване. Да, прям как в прижитии на стенах. Помню, помню те времена. Смотри, тут какие-то игрушки, что ли, лежат в коробках. Значит, тут ребенок жил. Не тупи, Томас. Ладно, пойдем, то у меня мурашки от этого места. Слушай, я на прошлой неделе фильм смотрел. Так там ребенок в демона превратился. Началось. Ну, а что? Я люблю нагнетать обстановку. Пошли. Том. Блин. Смотри, снеговик. В смысле, откуда он здесь? Ну, тут же ребенок жил. Тут заброшено уже как минимум лет 20. Смотри, в Тагилетном снега нету. То есть, он явно слеплен этой зимой. Мистика поверила. Стоп. Смотри, это... Это какие-то следы. И они какие-то необычные, что ли? Эти следы, походу, совсем свежие. Тут снегопад просто адский. Их бы замело как минимум за минуту так 20-30. Ну-ка, отойди. Ты знала сейчас, что батя меня научил по следам определять тип животных, которые тут обитают. Это было полезно, когда мы охотились. Ух, ностальгия вдарила. Так, о чем я? А, следы, точно. Не пугай меня. Говори прямо. Это медведь? Знаешь, Томас, на свою жизнь я повидал много следов. Начиная от белок, заканчивая бурыми медведями. И? Я такой след вижу первый раз. Ну, может твоя память тебя подводит? Нет, Том, я полностью уверен. Таких животных тут попресту не должно быть. И судя по следам, оно тут было совсем недавно. Блин, хватит, Оль, задобал нагнетать. Я тебя знаю. Пойдем осмотрим этот дом. Я и не нагнетал. И забор не я сломал. Кстати, в этом доме дверь не заколочена. Может, там кто живет? Знаешь, коронометриюшку, где Санта ребенка пожрал? Может, это оно? Блин, Оля, ты реально достал. Да я-то что? Я просто строю догадки. Только и всего. Бу! Блин. Ладно, все, больше не буду. Просто такой момент был, трудно не удержаться. Блин, я тебе это припомню. Вот помяни мое слово. Припомню. Ага, я буду ждать. Ну, через окно нифига не видно. Попробую дверь открыть. О, кайфурки. Буду где поспать ночью. Ну, хоть в чем-то ты прав. А до этого я был не прав, что ли? Тут, блин, потемки такие. Сам черт ногу сломает. Подожди, сейчас достану зажигалку. Дум не спали. Обязательно. Чувствуешь этот запах? Пыль, обосы на диван. Все как в нашем общежитии. Помнишь? Блин, на таком ветре еле зажег. Ты попросил бы меня, я бы ее мигом раздул. Сероводородом. Смотри, тут камин есть и даже трава в придачу. О, вот теперь заживем. Точно батю переселю сюда. Ближе к нам будет. Может, в люди выбьется. Для начала нужно самим выбраться. Ну, это да, само собой. Ну, в принципе, трава сухие. Можно будет разжечь и погреться. Плюс еду приготовить. Думаю, так и сделаем. О, холодос. Ну-ка. Фу, блядь, что тут стухло? Фу. Он что там, опять свои подмышки занюхнул, что ли? Фу, Оля, закрой холодильник. Подожди, может тут что-то съедобное есть? Ну, ты сам отожрать и будешь. Пойду посмотрю чердак. Вот и посмотрю. Замыдущись кое-нибудь виску, покушаю его. Тебе ничего не дам. Так, что тут? Кстати, есть сено. Можно будет дом утеплить и рожащим камин. А на полках только детские игрушки и две пустых коробки. Окно разбито. Надо будет закрыть все дырки в доме. О, диван есть. Сюда Оля поселит. Что, блин, спать в одной комнате с ним, это самоубийство. Помню, в поезде Оля спал уже. А я в тот момент читал фанфики. И в один прекрасный момент он начал стрелять, как из пулемета. Причем крупнокалиберного. Я тогда в туалете ночевал. А на утро, как ни в чем не бывало, он спросил меня. Том, как спалось? Так, блин, ну ладно, что я сам с собой разговариваю. Точно, потихоньку схожу с ума. Пойду к Оле, то он что-то притих. В общем, вот так я собственной руками завалил могучего зверя. Кстати, приятного аппетита. Это он. Стой, это что, медведь? А ты думал, что у него будет специфический вкус? Он как курица на вкус. И человеченка. Мне батя рассказывал. Человеченка? А да, если честно, даже не знаю, откуда мой батя это знает. Может, он убил кого-нибудь? Да не, он только за толчок и самогон стреляет двушкой в упор. Грозный мужик. Эм, кстати, я вспомнил историю одну про двух ребят. Они вели свой ютуб-канал. Это те, кто в баре напились и за руль сели? Не, это... На языке крутится. Сейчас, погодь. А, во! Джейкоб и Кевин. Если память не изменяет. Не знаю о таких. Ну так вот, я тебе и рассказываю. Они выложили в пост, что они отправились в тайгу к своей бабушке. Навесните ее. Мы обещали выкладывать на канал там влог, типа, рыбку, охоту там и такое всякое. И это был их последний пост. По сей день он висит на их канале. Кстати, я узнал, что полиция завели дело об исчезновении двух человек в этой тайге. Но дело осталось нераскрытым. Бабушка не пережила тогда потерю своего единственного внука и вышла в лес. Позже ее нашли мертвой. В растерзанном состоянии. Определили, что это были волки. Позже, в 2021 году, группа туристов тоже пропала при похожих обстоятельствах. Организовали поисковые действия. Мы в итоге нашли только лыжи. Это ты только что придумал? Томас, я сейчас на полном серьезе. В этой группе был мой знакомый... О, сочувствую. Ничего, он все равно был кретином. А, даже так? Ну, он задавал мне вискаре, поэтому я не особо сочувствую ему. Ммм, понятно. Короче, расскажу тебе, мой друг, историю из жизни. Мой батя, короче, однажды пьяный в лес пошел. Я тогда еще мелким шкедом был. Спустя несколько часов пришел батя и принес корзинку грибов. Они были такие, красно-белые, в горошек. Я тогда не знал, что это были за грибы. В итоге целую корзинку в одну щеку я умял. На следующий день я с толчка встать не мог. И у меня всюду мерещилась радуга и такие розовые пони. После этого мое детство кончилось. Твою ж, что это за фигня? Оля, Оля, это не смешно. Ты где? Том, Томас, тебе стоит попробовать это мясо. Оля, это не смешно. Оля. Хватит орать, Том, дай поспать. Том, хватит прикалываться, дай лысому поспать. Оля, тут кто-то еще есть, помимо нас. Да неужели? Оля, кажется, джин залетел. Фу, блин, Оля. Я спать. Твою, в окно никого не видно. Кто это? Кто это? Фу, блин, Оля. Субтитры создавал DimaTorzok